Вот как раз тут читал книжку под названием «Государство и общество Гомера». Ну там все написано, то, что является идеалом и сейчас. Есть пирамида, которая выстроена, есть верховный правитель, или там бывает коллективное правление старейшин, или там двух царей, например, двух династий. Есть аристократия, старейшины, родов и так далее. Второй слой. И есть все остальные структурированные в корпорации, разные корпорации в связи с тем образом жизни и деятельности, которые люди ведут. Вот и все, ничего тут сложного нет. Вот эта пирамида должна быть выстроена. Не должен быть на вершине избранный человек, потому что избранный человек – это обычный человек, подверженный всем соблазнам. Это монархическая структура. Наверху стоит глава рода, который правит. Это единственный выход для того, чтобы спасти западную цивилизацию, надо вернуться к основополагающим западную, нашу цивилизацию, любую европейскую цивилизацию, мы все-таки к Европе каким-то одним боком, по крайней мере, мы к ней относимся, русскую цивилизацию, в целом христианскую, православную, необходимо вернуться к основополагающим и проверенным временами, тысячелетиями и столетиями принципам. И этот принцип говорит, невозможно избрать честную власть. Мы ее изберем, она тут же испортится, она тут же превратится в свою противоположность. Лица избранные тут же начнут подлечить и работать на себя, а не на общество. А тот, кто знает, что любые его нарушения интересов нации, государства отразятся на всех его потомках, на всех его близких, родных, друзьях и так далее, он понимает, для чего он живет. И у него вот эти ограничения, моральные ограничения возникают естественным образом, естественным путем. Если же мы будем все время уповать на то, что мы всем народом сейчас соберемся и выберем, наконец, честного, благородного человека, кончится это тем же, чем кончалось всегда. Мы тут делаем вид, что мы кого-то можем избрать, на кого-то можем повлиять, принять законы, а все реальные решения принимаются за кулисами. Причем олигархи, некоторые думают, олигархи, а, вон это там Абрамович, Дерипаска, кто там еще там, ничего подобного. Это люди, которые по-русски не говорят. Олигархия приобрела мировой характер, общий мировой характер. И все эти вот наши, наши олигархи, в кавычках, они туда включены, а принимают решения не они, то есть они на ранг ниже. Другие люди принимают решения. А мы утешаем себя тем, что мы избираем президента, участвуем в выборах, делим власть между партиями, этого ничего нет. Нет, это иллюзия, которую нам предлагают в качестве обманки, чтобы мы успокоились. Давайте честные выборы. Честные выборы нам организуют. И мы должны успокоиться сказать, ну, слава богу, наконец русские государя себя не охраняли. Они чувствовали свою миссию, и народ чувствовал эту миссию. А внутри общества начали зарождаться вот эти гнилостные бактерии, которые считали убийство царя определенным ритуалом. Это сатанинский ритуал, который они пытались реализовать здесь. И, естественно, изменить все. И реализовали. То, что реализовалось в 17-м году, в феврале, прежде всего, это же тот же самый замысел, который был и в декабре 25-го года декабристы. Сходили без охраны, потому что народ любил их и относился как к отцу родному. Да, Александр II, это же несколько было покушений, когда в него в упор из револьвера стрелял убийца. Если бы не осуществился разворот политики России на восток, если бы в середине 19-го века не проведена была граница по Амуру, мы бы не имели сейчас ничего, не имели бы того, за счет чего мы все еще живем, еще трепыхаемся за счет продажи энергетических ресурсов. Это заслуги царей. Один пустяковый момент. Нет, почему? Туда вложен огромный труд и аристократии, и простых людей, и военных. И землепроходцев. Пока династия была цела, до Николая II, до его убийства, до уничтожения фактически, за малым исключением, почти всей династии, пока династия была жива, империя развивалась. Кстати, так же и в Римской империи. Пока действовало правило наследника, она продолжала. Тут резня была в Древнем Риме, в верхах, а империя развивалась, выдающиеся хозяйственные и военные успехи. Так же и в Российской империи. Все точно так же. Как только сломали основной стержень, все пошло в разнос. Потеряли даже по экономике, вот сейчас как раз пишу статью, связанную с индустриализацией, потеряли 15-20 лет. То есть вот та же самая индустриализация, которая прошла в сталинский период, значительно более мягкими методами должна была пройти на 15-20 лет раньше. Мы бы обогнали всех в середине 20 века, если бы не вот эти вот деструктивные силы, гнилостные бактерии и заговор, который был осуществлен, конечно, с участием внешних сил. И здесь у нас под ударом стоят, естественно, государи на первом месте. Кто является объектом агрессии? Прежде всего, первое лицо. А в последующий период кто являлся жертвенным существом? Народ. Народ стал жертвой во время коллективизации, во время голода, во время воин страшных, во время политических репрессий. Сейчас фактически вымирающий народ. Вот он является теперь жертвой. Не первое лицо, которое доживет до глубокой старости, скорее всего, вдали от собственной страны, закончит свои годы. А народ теперь истязается. То есть, получается, что вот эта агрессия внешняя и внутренних сил разложения направлена теперь не на систему власти, которая должна прикрывать народ как щитом, а на сам этот народ. Щита нет. Вот эта избранная власть, которая якобы должна за нас бороться, она как-то абсолютно прозрачна. Все силы деструктивные, которые есть даже в каждом человеке, агрессия, склонность к коррупции, воровство. Все это расцветает пышным цветом, и народ даже сам начинает себя поедать. А власть тут ни при чем. Она говорит, ну вы же сами избрали вот этого губернатора. Мы даже сняли его, вот посмотрите, мы вам нового, даже стали назначать честных каких-то губернаторов. Они опять воруют. Ну что ж такое, ну мы не можем найти вот приличного человека. Готово.